Освежающую летнюю ягоду уже вовсю продают в магазинах и на рынках Самары. Сейчас на прилавках десятки сортов бахчевых из Средней Азии. Уже стали появляться и из Краснодарского края. А вот чтобы полакомиться местными, придется еще подождать. Бахчевые с юга страны самые сочные и сладкие, но брать арбуз не глядя все-таки не стоит, предупреждают опытные покупатели. Многие самарцы уже полакомились арбузом, но остаются и те, кто предпочитает подождать до августа. Я считаю, рано в августе надо покупать. Я думаю, астраханский, наверное, в августе бывает. У нас захотелось, купили арбуз, у нас дети. Мы вот их порешили побаловать. Как выбираете обычно? Ну, в основном муж всегда выбирает, у него свои хитры, схемы. Ну, я думаю, самый вкусный арбуз – это в Ташкенте. Ташкент, да. В Узбекистане. Нет, а астрахань тоже очень вкусный, да. Я думаю, это чисто. Ну, астрахань вот именно ближе к августе хорошо вот кушать. А ташкентские прям можно в любое время. Здесь особая схема. Мы с вами родом просто оттуда и с ташкентой знаем. Потому что арбузы вообще на самом деле выбираются по сухой, то есть корочке, по сухому хвостику. Чтобы были хорошие арбузы, нужно, чтобы хорошее солнце было, пекло. Как сейчас. Там уже не прогадаешь. Дочь на дачу привозила. Очень вкусные арбузы были. Красные, прям сладкие. Ну, а мы еще пока не покупали. Яркие полоски и блестящая кожура – один из признаков качественного арбуза. Подскажет о спелости и желтое пятно на боку ягоды. Это место, которым арбуз соприкасался с землей. Цвет пятна должен быть рыжеватым, желтым или светло-коричневым. А вот белое земляное говорит о том, что арбуз не спелый. Есть несколько простых способов выбрать сочную, спелую ягоду. Для этого стоит взять арбуз, постучать по нему. Если звук будет глухой, значит, ягода уже созрела. Также стоит обратить внимание на хвостик. Если он подсох, значит, арбуз спелый. Не стоит покупать разрезанный или треснутый арбуз. В мякоть уже могли проникнуть бактерии. Такая ягода опасна для здоровья. Также стоит внимательнее относиться к месту, где приобретаются бахчевые. Обращать внимание, чтобы торговая точка была, имела вывеску о том, кто здесь торгует. То есть это или название юридического лица, или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя. Вот, чтобы она была оборудована. Был навес, были ограждения. То есть это уже говорит о том, что он тут стоит законно. То есть это место выделила администрация района для торговли. Плюс спросить информацию о товаропроизводителе арбузов. Дайте сборы. При покупке арбуза важно помнить, у продавца должен быть сертификат соответствия и накладная, подтверждающая приобретение товара. В противном случае доподлинно неизвестно, где же вырос арбуз и какого он качества. Елена Марютина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...